Солонченко Владимир Данилович, герой Советского Союза. Родился 22 октября 1922 года в городе Красноярске в семье рабочего. В 1939 году поступил работать наблюдателем на метеостанцию. 3 октября 1940 года был назначен начальником Чернореченской метеостанции. Началась война. В ноябре 1941 года Владимир Солонченко призван в ряды Красной Армии. После окончания пулеметного училища младший лейтенант Солонченко был назначен командиром пулеметного взвода 415-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии. В июне 1943 года ему было присвоено очередное воинское звание – лейтенант. 4 января 1944 года в бою за деревню Недельково взвод Солонченко подавил все огневые точки противника. Наступающая стрелковая рота отбила все вражеские атаки и выбила противника из деревни. Вместе со своей ротой в конце июня 1944 года старший лейтенант Солонченко форсировал западную длину. Закрепившись на плацдарме, красноармейцам пришлось переходить к обороне. В ночь с 24 на 25 июня 1944 года немецкое командование направило крупные силы для ликвидации плацдармов. Контратаки длились всю ночь. Все это время офицер Солонченко находился в боевых порядках своей роты. Своим примером, стойкостью, мужеством, отвагой и презрением к врагу увлекал бойцов на новые подвиги. Когда расчет одного станкового пулемета вышел из строя, сам лег за пулемет и продолжал косить наступающих гитлеровцев. В этом бою он пал смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии старшему лейтенанту Владимиру Даниловичу Солонченко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен герой в братской могиле в деревне Узречия в Витебской области. В деревне Лобеки Солонченко установлен обелиск. Именем героя названа улица в поселке Новочернореченском. На здании поселковой школы, где он учился, установлена мемориальная доска.